Всем привет! В этом видео хочу вам показать, как можно еще лучше поднять уровень автономности и оптимизировать работу своего телефона путем полного отключения очень большого поглотителя оперативной памяти вашей батареи. Это приложение всегда работает в фоне и следит за всем, что вы делаете. Сколько сидели в том или ином приложении по времени, сколько расставили на блокировку свой телефон, либо звонили кому-то. Хочу сказать, это приложение есть на всех Android-телефонах. Оно уже изначально установлено, то есть когда вы из коробки доставали свой новенький телефон, это приложение уже заведомо. Там вкружена и всегда абсолютно всегда работает в фоне, поэтому ее нужно отключить. И не просто ее нужно отключить, как сейчас я вам покажу, но и нужно воспользоваться еще одним пунктом, то есть отключение ее клона, который работает в фоновых приложениях. Повторите все за мной. Заходите в свои главные настройки, пункт цифровое благополучие и родительский контроль, системное приложение. Заходим сюда. Тут вот все данные о вас, то есть те, что, когда и почему вы тут сидите. У меня здесь это не обозначено, потому что я отключила давно эту настройку на своем телефоне. Справа сверху нажимаем три точки, управление данными и отключаем эту настройку. Написано «Использование телефона за день», то есть информация об использовании приложения, количество разблокировок телефона и число получаемых уведомлений. Нажимаем также «Закрыть доступ в настройках». Переходим в раздел «Доступа к данным об использовании» и пункт «Цифровое благополучие» и отключаем эту настройку. Все замечательно. Вы когда зайдете, никаких данных не будет. Это приложение, собственно говоря, отработать не будет. Но это еще не все. Дальше заходим в системное приложение «Безопасность», в самый низ передачи данных, «Сетевые подключения». Вот тут сверху три точки, нажимаем «Фоновые подключения» и вот что нужно нам найти. «Цифровое благополучие». Это такой, знаете, осталась тень от того приложения, что мы отключили. Отключаем. Следующее заходим в Play Market, справа сверху иконка вашего аккаунта, в самом низу пункт «Справка отзыв». Потом переходим вот сюда. «Как удалять приложение» нажимаем и вот сюда первый пункт нажимаем, чтобы перейти и так далее. И не забудьте также отключить темный режим, потому что он блокирует сюда доступ. Снова нажимаем первый пункт, потом нажимаем еще «Показывать системные процессы» и ищем пункт «Цифровое благополучие». Вы зайдете и заметите, что он включен. И нужно отключить данное приложение полностью. После этого зайдите в свои главные настройки «Приложение», «Все приложения», «Три точки», «Показать все приложения». Так, тут тоже желательно посмотреть, как чувствует себя данное приложение. «Цифровое благополучие». Заходим. Должно быть все по нулям. Это будет замечательно. Следующее сетевое подключение отключаем, мобильные сети отключаем, очень важно, чтобы в мобильной связи ваш мобильный интернет не расходовался. Так, все запрещаем в этом пункте. У нас закрыто, отключен тратительский контроль, как бы уже смогли заметить. Эта настройка не самая полезная. Потом еще и напишите вот тут тратительский контроль. Если есть, то же самое, зайдите в сетевые подключения, в пункт «Разрешение уведомлений» тоже запретите, тут все пункты. Оно все связано будет. В «Разрешение приложения» зайдите в «Уведомления», «Отключите». Там, где память нажимаем, тоже очистить все. Вот, теперь вы все правильно сделали и полностью заморозили приложение. Это системное. «Цифровое благополучие» и «Родительский контроль». Потому что этим никто не пользуется. Но, честно сказать, фоновая активность довольно высоко поглощает общую производительность вашего телефона. Зачем это нужно? Поэтому обязательно отключайте. Это не из нового отряда. Если чего-то у вас не было, значит у вас все отлично. И лишь в «Разрешение» не будет лишним проверить эти настройки на своем телефоне. Ребят, спасибо, что досмотрели видео до конца. Поддержите видео лайком, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Будем на связи. Всем удачи. Пока. Пока.